Привет всем, друзья, с вами я, Мануэль, и это финальная часть прохождения зимней модификации. Всё, сегодня всё решится, сегодня мы узнаем все секреты. Хочу сразу сказать спасибо всем, кто посмотрел все части прохождения этого мода. Если вы этого не сделали, ссылку на плейлист в описании и в комментариях к этому видео. Начните с первой части, этот мод интересный. Спасибо. А всем, кто уже посмотрел, я желаю приятного просмотра, и хотелось бы спросить, в какой части зоны, на какой локации и конкретно на каком месте вы бы хотели встретить Новый год? Ну и с кем можете написать? С плотью ответ не принимается. Я бы, наверное, в баре, там не страшно и мутанты не достанут. Ну всё, начинаем. Ну что ж, друзья, продолжаем с вами играть. Под прошлым видео много людей жаловались, мол, слишком часто я упоминаю дядю Петю и обзываю незаслуженно его дураком. Что ж, хорошо, я прислушаюсь к вашим комментариям, и в этом видео не буду упоминать дядю Петю. Надеюсь, вы довольны. Дядя Петя теперь остался в прошлом, а мы с вами идём в будущее. Господи, тут опять играет музыка с авторским правом, и мне придётся выключать звук. Обожаю, обожаю это всё. Слушай, я тут принёс тебе кое-что продать. Как я уже говорил, этот пулемёт мне абсолютно не нужен, как и, скорее всего, ГПшечка. Ведь то оружие, что у меня сейчас в слоту, имеет хорошее повреждение. И вот забирай ещё шириво какое-то всякое. Я не ширяюсь, ребят. Кто ширяется, хотите, заберите, приходите. Здравствуй, я пришёл, чтобы ты починил мою пушку. Тысячу рублей всего лишь, к сожалению, опять-таки прокачивать нельзя ничего. Ой, надоели. Дмитрий Гребенюк, я играю за Дмитрия Гребенюка. Хорошо, что никто меня гребнем не называет. Ну, знаете, типа там, фамилия такая. Знаем мы, как свободовцы любят поприкалываться. Ну что ж, мы идём убивать сталкеров по заказу свободовцев, как бы это сейчас страшно не звучало. Типа, как так? Убить сталкеров? Ну, ребят, это задание. Надо спасать пленного. Пойдём, тем более я наёмник, мне главное, деньги. Прям, как будто бы я на стриме. Кстати, стримы мои каждый день в 18.00 жду вас сегодня. 18.00 по Москве, конечно же. Вот я и у фермы. По идее, сталкеры для меня врага им быть не должны, как сказал. Ух ты, здрасте, вы что, с ума, что ли, сошли? Ну как вот так вышло-то, вы мне объясните? Или это снова какая-то засада, я не понимаю. Только до... Давайте договоримся, без гранат. Ой, ясно. Они для меня враги заранее, и обо всём они догадываются. Ой, ты нах... Сука, блядь, ты чё вылетаешь-то, ну? У нас небольшие технические трудности. Игра перезапускается, и мы уже вот-вот продолжим играть. А пока я хочу вам посоветовать вступить в мою группу во ВКонтакте, ссылка на которую находится в описании. Мемы здесь бывают крайне редко, да и не знаю вообще зачем вам вступать. Я просто занимаю эфирное время, пока запускается игра. Но можете вступить и в предложку кидать мемы, если вы сами их умеете делать, а не пиздить с других групп. Чё там запустилось, что ли? А, ну всё, мы продолжаем. Приятного просмотра. У меня вылетела игра, это замечательно. Попытка номер фри. Опять вылетела. Я просто еб... Я полагаю, что сталкеры пользуются запрещенной магией, а именно, они вступили в сговор с X-Ray, и теперь X-Ray вылетает каждый раз, как я только к ним приближаюсь. Что с этим делать, я не знаю. Я сейчас сохранился на мосту. Предыдущий сейф, когда я сохранялся возле фирмы, не работает. Давайте проверим, вылетит ли игра сейчас. Вроде бы не вылетает. И надо постараться не умереть, ибо, как я уже сказал, сейф может просто взять и не заработать. Так, одного мы уже вынесли. Их тут достаточно много было людей. Человек, я думаю, 5, а то и 6. Для меня это критическая масса, я могу с ним не справиться. Опа-ля. Это ты откуда такой хитренький вылез? Не пойму, не вижу в противника. Граната. Что ж, я, конечно, бы мог кинуть им гранату в ответ, но тут граната F1, ну, не знаю, как бы снежки, знаете, мы играем в снежки зимой. Вот самое подходящее объяснение. Эй, вылазь давай, дядя. Федя, вы сделаете вид, что ничего не слышали, а мы давай продолжим играть. Да опять, что ли, гранату? Да, оу, найс. Обожаю, вот боты в сталкере, это просто самое великолепное, что может быть. Нет, зачем нам пытаться его убить? Давайте мы лучше будем кидать гранаты. Нет, я, конечно, понимаю, что в условиях реального боя так бы и сделали. Никто бы не пытался вылезти и поставить свою голову или тело. Все бы кидали гранаты, но... Йоу. Давайте не будем, пожалуйста, умирайте. Просто выходите и умирайте. Я вас буду отстреливать с этого замечательного пулемета, который... Очень долго перезаряжается, батюшки. Кстати, да, у меня же пулемет. Че это я как дурочка? Прячусь, выжидаю. Надо же взять и зарашить. Вот, собственно, и все. Ты откуда такой стреляешь? Сколько вас тут, дяди... Дурачки. Так, это... Отучиться от этого будет не так просто, как я ожидал. Странно, конечно, что они сразу не вынесут в заложника. Потому что, типа, ну... Только нет! Он его взорвал, наверное. Ты же бессмертный, я надеюсь? Или я сейчас запорол квест? Нет, пока вроде бы все окей. Так, ну я вроде убил последнего, и мне что... А, нет, да сколько вас тут? Тут прям целая база, я не знаю, кто такие вообще? Это реально сталкеры? Больше похоже на наемников. Стой! Подойди, пожалуйста, ко мне. Дружище, у меня к тебе один вопрос. Ты натурал или... Да. И до сих пор не все. У меня такое чувство уже складывается, что они просто берут и спауниться. Ух ты, ничего себе, это... Ух ты, я все понял, это босс. Босс батл, пацаны. Вы к этому были готовы? Я, например, нет. Я вроде бы как по нему зажал, а ему как-то все равно. Ну хорошо, давай попробуем. Нам самое главное, помните, умереть нельзя. Если я умер, все, все, коту подходит. Еще один, да сколько тебя тут вообще наплодилось-то, ну... Ч-ч-ч-ч-ч-ч. Сейчас я его выкурю, смотрю. Серьезно, ты собирался кидать гранату? Поговорить с заложником. Ну, конечно же, перед тем, как с ним поговорить, я тут всех обыщу. Как может быть иначе. Только, пожалуйста, игра не вылети у меня. И пойдем поговорим с заложником. Да, кстати, это действительно вольный сталкер. Ну, по снаряге, как я уже сказал, нереально похоже на наемников. Хрень его знает. Кстати, у Димки Рваного даже не буду думать, почему у него такой никнейм Димка Рваный. Что у него могло порваться, пацаны? Вы это предполагаете сами. Короче, у него был Велес. И это круто, хоть я не занимаюсь в этой модификации поиском артефактов, Велес мне пригодится. Да и вообще богатенький инвентарь. Плюс у него был гром из 14 без поствольного гранатомета. Шикарно. Так, ну теперь-то я вроде точно всех обыскал. Подходим к нашему пленному. Дядя, ты уже мог и успокоиться. Пудович или Пудович? Как правильно-то? Здорово, мэн. Здорово, я пришел спасти тебя. Спасибо, чувак. С меня причитается. А ты откуда вообще взялся? Мне заплатили за твою свободу. Твоя группировка. Ну, тогда пошли отсюда поскорей. Окей. О, да. Нас переместили. Спасибо за эту разрабу. Я ненавижу, когда надо реально идти. Хотя это и атмосферно. Спасибо еще раз. Вот тебе от меня за спасение. Да не, за что, бывает. Хм, он мне дал, значит, FT-200M. Вернее, она называется. Правильнее? Но тут хуже повреждения. Тыры-пыры. В общем-то, да. Может, ствол-то хороший. Плюс тут подствольный гранатомет есть. Но мне такое не нужно. Я, скорее всего, его сейчас продам. И что, получается все? Наш квест за свободу зак... Нет, еще поговорить с Чеховым. Ну, хорошо, пойдем. Действительно, куда это я собрался? Мне мои 15 тысяч не отдали. Порой такие вещи глупые делают, что... Ну, дурачок я, короче. FT-шку нашу он всего за 2000 берет. Обалдеть. Ну ты охренел. Кстати, что-то я подзабыл, куда я свою броню наемника делал. Здравствуй. О, здоров, чувак. Вот и все. Ваш связной целый и невредимый доставлен до базы. Отлично, наемник. Выручил ты нас. Вот, держи. Ну все, я пошел, если что, обращайтесь. Да, это всего лишь был небольшой такой квестик для того, чтобы заработать бабок, 30 тысяч и FT-шку. Но, как я сказал, тот пулемяр, что у меня в инвентаре, намного лучше. По крайней мере, по повреждению, а для меня важно именно повреждение. Так что себе я его оставляю, а FT продал. Наш квест вернуться на базу. То есть нам надо на свалку, со свалки, на затон и там, ух. Ну, а надеюсь, я встречу волка, который меня просто по фастику проведет. Что ж, ребят, уверен, увидимся с вами уже на месте. Здорово, это я, Волк. Так, нас с группой сталкеров зажали военные на барахолку, по ноге я в долгу не останусь. Вот это дела, ребят. Оказывается, Волк-то уже на барахолке, и их зажали военные. А я думал, что за вертолет был в предыдущей... В предпредыдущей части. Так, ну давай посмотрим, что у нас тут происходит. Я не понял, а? Вы что, на наших сталкеров решили полезть. Знаете, что бывает с военными, которые много себе позволяют? Это кто, они, что ли? Нет, это вроде бы наши. Так, а где Волк-то? Ух ты, вот, типа сел вертолет. Теперь-то я понял, что он тут сидел. Он присел, чтобы... Перестреляй всех, и Волк мне даст какую-то награду. Волк, ты мне обязан будешь. Обновлено. Поговорить с Волком. А вот и Волк. Спасибо, Диман. Настоящий мужик. Жалко ребят моих. Всех положили. Я их на затон проводил. Да вот не судьба, значит, была им туда попасть. Да, дела. Хорошо, что хоть ты цел остался. Скажи спасибо, что живой остался, вот именно. А ты на затон не собираешься? А то бы проводил бы тебя. Я как раз туда направляюсь. Нет, у меня еще тут дела позже. Да? Мне тут нечего делать, пошли. Тогда следуй за мной. У меня задание вернуться на базу. Я не хочу тут ничего осматривать. Я понимаю, что я, может, какой-то квест не выполнил на депо. Я туда не ходил вообще. Но давайте тут хотя бы, ну, уже пойдем по сюжету. В конце концов, мы попытались один раз выполнить один левый квест. Слишком много слов, да? Здравствуй, лысеньки. Все, я отдал артефакт в лабораторию. Хорошо, как все прошло. Да, вроде добрался без проблем. Правда, на лабораторию напали неизвестные личности. Думаю, им нужен был артефакт. Надеюсь, ты угомонил этих ребят. А как бы я... Ладно, само собой, разумеется. Отлично. Вот, держи. Расчет за доставку артефакта. Может быть, пока свободен. Ну, я пошел. Вы что, меня так легко отпускаете? Ну, как бы, а что они еще будут со мной делать? Так, я не понял, что мне делать-то теперь? Просто бегать? На этом игра закончена или как? Что надо? До встречи, торговля. Мне тут борода дал какой-то квест принести ему контейнер. Это типа задание для настоящего сталкера. Но по факту-то по сюжету никаких продвижений нет. И где забрать контейнер? Ты что, издеваешься? Забрать контейнер аж на Янове? Я надеюсь, не пешком мне туда идти надо? Ну да, тут как бы есть проводник. До станции Янов пойдем. Не знаю. Я поспал уже несколько дней, что-то новых квестов по сюжету не проявляется. Мы, например, не были в Припяти, а тут есть полноценная локация Припять. Из зова Припяти. Странно, пацаны. Че делать, я не знаю. Может, сделаем вид, что я прошел игру и... Да не, бред какой-то. Ящик вроде забрать надо у этого дяди Пети. Ой! Приветствую тебя в моем индивидуальном райском уголке тыры-пыры. Короче, борода просил забрать хабар. А, да. Говорил про тебя, борода. Забирай контейнер. А что такое тяжелый? Да тут артефактов всяких полно. Ну, борода обманул все-таки. По секрету скажу, кардан такие ящики за бутылки водки открывает. Учту. А, то есть, типа, чтобы я сделал махинацию какую-то и... Либо отнести контейнер бороде, либо поговорить с карданом. Опять какой-то выбор присутствует. С точки зрения морали, правильнее отдать артефакт бороде, потому что все-таки он мне дал задание. А помните, какой у наемников один из главных слоганов? Контракт должен быть выполнен любой ценой. Так что я должен ему отдать контейнер и, ну, потом спросить с него, типа, ты меня обманул, давай мне больше денег. Но я понимаю, что многим из вас интересно, что же лежит в этом контейнере, поэтому исключительно ради вас я сейчас его открою, потом перезагружусь и отдам контейнер бороде. Посмотрите, сможешь вскрыть этот контейнер? Да запросто, гони бутылку и за 5 секунд его открою. Извини, нету. А, надо бутылку, короче, купить где-то. А ну-ка глянем. Ага, вот и все, готово. Забирай содержимое. Кристалл, ночная звезда, вегальский огонь, снежинка и грави. Значит, это все, что тут было. Ну, это не самые дорогие артефакты, не самые лучшие артефакты. Поэтому, ну, хрен его знает. Забрать контейнер. В смысле? Почему у меня опять этот квест появился, я не понял немного? Я же его забрал. Ну-ка еще раз до станции Янов пойдем, что-то странные вещи какие-то творятся. Подходим и... А, то есть, все, квест просто зависает. Ну так, а че, почему он не отменяется, не проваривается, а просто зависает? То есть, как вы только что видели, я подхожу, а он мне не говорит ничего про контейнеры. Да, поэтому мы отгружаемся и отдаем все-таки бороде. Ну, взял я контейнер, давай его сюда. Забирай, отняли у меня его бандиты, обманул ты меня борода, хрен псевдособачий. Тебе они арты. Ну да, так оно и есть. Нечестный ты отказался, ошибся в тебе, катись отсюда. Не тебе меня учить. В смысле, так он же сам нечестный был. Забирай свой ссанный контейнер. Спасибо, вот заслуженная награда. Герою, 12 тысяч. Бывай. То есть, это опять-таки просто возможность подзаработать. Пацаны, а что делать-то дальше? У меня не появляется новых квестов. Алло, прием. Как слышно? Султан, слышь? Короче, как я выяснил, на этом этапе прохождение мода просто останавливается. Мы, типа, прошли его и все. Могу теперь просто ходить, бродить. Почему-то контейнер у меня остался. В смысле, я же тебе отдал контейнер, дура что ли? Короче, странно, контейнер забагался, я контейнер отдал, он у меня остался. И это странно, то есть, квест с контейнером лучше я вообще не брал. Короче, ребят, все. Надеюсь, серия выйдет на 10 минут, а то как же я рекламу вставлю в ролик. То есть, я хотел сказать спасибо огромное за просмотр, за то, что смотрели прохождение этого мода. Я буду благодарен, если вы поделитесь ссылкой на плейлист с кем-то из ваших друзей, чтобы они посмотрели зимнее настроение, Новый год, все дела. Спасибо, ребят, большое. Пока. Муа. Блин, я ебанутый я такой. Ой, помогите. Субтитры сделал DimaTorzok